Субботник почти что утренняя зарядка. Здесь тоже приседания, подтягивания и наклоны. Вот только вместо гири-гантелей мусорные мешки. Чем дольше уборка, тем тяжелее они становятся. На этой экологической акции можно и мышцы размять, и воздухом свежим подышать. Польза для себя и для города. Не надо ни в школу, ни на работу, но встали все равно рано. Экологическая акция разбудила почти 40 человек. Диванные выходные не для них. Гораздо важнее сделать Севастополь чище, особенно своими руками. Нравится убирать, друзья приехали, брат помогает. Скажи, часто приходишь на субботники, на всякие акции экологические? Да. С семьей? Да. Помогаем всем, чтобы все туристы приехали в чистый. Ну и хотелось бы, чтобы они поддерживали чистоту в нашем городе. И как успехи? Ну хорошо, мы уже пятый раз приходим на такие акции. Уборка на северной стороне, в районе площади Захарова. Этот берег первое, что бросается в глаза, когда сходишь с катера. Поэтому все должно быть чисто. Ведь город тоже встречают по одежке. Плюс, если вовремя убрать прибрежную зону, мусор не попадет в воду. Так заботятся о морских обитателях. На данный момент, думаю, мешков 50-30. Вот сбегали, еще докупили. Мешков очень много, мусора много. Если правильно воспитывать, то будет сознание, и люди не будут кидать мусор. Поэтому мы призываем семьи с детьми в первую очередь участвовать, чтобы шло правильное воспитание с детства. И дети понимали, что окружающая среда, и это важно, нельзя мусорить. Акцию «Зеленая карта» в городе уже проводили. Месяц назад убирали на Фиоленте в районе Автобата, а также на пляжах с северной стороны. На очереди – Балаклава. Участников с каждым разом все больше, говорят организаторы. И это доказывает – субботник – дело добровольное, да еще и приятное. Анастасия Синица, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.